Привет всем! Сегодня у нас интересный ролик, как облегчить себе жизнь, когда мы работаем очень много и каждый день, а наши домашние хотят кушать, а мы не очень любим готовить после работы. Как один день в неделю делать заготовки, все это хранить в холодильнике или в морозильной камере, а потом вуаля, мамочка приготовила завтрак, обед и ужин. Сегодня я покажу, как сделать заготовки на большое количество блюд, но чтобы хватило и на завтраки, и на обеды, и на ужин, и на всю неделю. А подробные рецепты эти все есть на моем канале, все ссылочки я оставлю под видео. Итак, начнем с завтраков. Я предлагаю три варианта завтрака приготовить на всю неделю. Первая, и самая, наверное, как по мне, очень вкусная, это творожная масса. Ее можно не покупать в магазине, а готовить дома. В творожок я добавляю немного соли. Этого рецепта нет на канале, просто я так делаю дома, для своих домашних. Мне, нам очень нравится, и я предлагаю сделать вам. Так, пару ложек сахара можно заменить на сахарную пудру, и количество сахара вы можете менять. Еще вместо сахара можно добавлять изюмку, рагу, чернослив, финики, в общем, что хотите. Несколько ложек сметаны. Значит, все зависит от творога самого. Я добавляю 3-4 столовые ложки, а потом взбиваю и смотрю, нужно мне еще или нет. Сюда же обязательно нужно добавить ваниль. Значит, так как я добавляю сахар, большое количество сухофруктов я не добавляю. Обычно они стоят у нас в кухне на столе, и каждый добавляет сколько кто захочет. Смотрите, вот такое оно должно быть по состоянию, по структуре, и оно падать не должно. Оно достаточно густое. И если вы посмотрите, оно вот такое кремообразное. Блинчики можно приготовить по желанию, и вот так вот перемазывать их вот такой вот творожной пастой. Это очень вкусно, и для разнообразия, как для завтрака. Блинчики по желанию в меню я не вносила, но это как вариант. И еще в конце недели вот можно использовать оставшийся вот этот вот творог для запеканки, если вы вдруг хотите. Она однородная, вкусная, но просто прелесть. Значит, по количеству сахара тут уже смотрите сами. Много не добавляю, потому что каждый добавляет потом себя в тарелку, если захочет. Чуть больше сахара, еще больше сметанки, чтобы было немного реже. Почему я делаю такое густое? Если в конце недели вы захотите испечь блинчики, а вы захотите, такую пасту можно использовать, намазывая на блинчики и заворачивая. Это тоже очень-очень вкусно. Хранить все мы будем вот в таких пищевых боксах от компании «Народный продукт». Прекрасное решение для хранения продуктов питания. Также можно брать с собой в дорогу и на работу. Это наш украинский производитель. Все производится из европейского сырья, абсолютно безвредный пластик. Можно замораживать, мыть посудомоечные машины и разогревать во свече без крышки. Для всех моих подписчиков скидка 15% на всю продукцию. При заказе укажите промокод Матвей15. Ссылка на сайт под видео. Так, смотрите, все убираем и храним в холодильнике. На моем канале есть прекрасный рецепт ленивых вареников, вот таких творожных. Тесто держит форму, здесь мало муки и много творога. Можно делать ленивые вареники. Значит, такой вариант уже заготовки можно хранить и в холодильнике, и в морозилке. Еще вариант завтрака – это сыр, колбаска. Все, что, в принципе, у нас любят к завтраку, помимо творога, бутербродики. Удобно и хранить все порезанное. Вот так вот я нарезаю, и тогда домашние утром не тратят время на нарезку. Ну и, конечно же, яичница к завтраку. Еще предлагаю сделать очень вкусный перекус, который можно использовать и на завтраке. Делать как перекус, где творог может перемазывать себя хлебом. Сейчас скажу, чем перемазывать хлеб. Хранить можно и в холодильнике, и сделать впрок, и хранить в морозилке. Готовить сегодня будем паштет. Причем я сегодня буду готовить универсальную заготовку, которая пойдет практически в каждое блюдо, которое мы будем готовить. Это очень удобно. У меня есть на канале рецепт «Селедка за 3 часа». Такая заготовка хранится в холодильнике около недели, даже чуть-чуть больше. Ее можно подавать к столу просто к вареному картофелю. Такую селедку можно хранить в банке, в судочках. В общем, в чем вам удобно, хранится долго, готовится очень просто. И можно сделать не из одной селедки, а 2-3, и сделать впрок, смотря сколько членов вашей семьи. Готовить можно просто с солью, как моя бабушка. А я сегодня добавила чуть больше разных специй, и у меня уже разный вкус селедки. Посмотрите, рецепт есть на моем канале. Слоями между луком выкладываем селедку, уже засоленную. Заливаем все растительным маслом, чтобы еле-еле покрылось сверху. Точный рецепт с пропорциями смотрите у меня на канале. Три вида сладостей готовим на всю неделю. Первое, это тертый пирог с вкусной ягодой, ягодой, перетертой с сахаром. Дальше, очень вкусные, получается много, а самое главное, приготовлением может участвовать вся семья. Будем готовить вкуснейшие рогалики по старому рецепту от моей мамы и бабушки с повидлом. Это вкусно, это просто, и они уходят как семечки. Получается их много, и в общем, все их любят, и знаете, как орешки зимой, вот эти вот, точно так же эти рогалики в течение года. Так, и еще, готовить будем вкусную чайную колбаску, которая называется салями. Смотрите, как это все выглядит, полный рецепт под видео. Вот колбаска салями, которую любят у меня дома, она сладенькая. Приготовить можно 2-3 штучки, хранится она достаточно долго в холодильнике, и у вас всегда есть сладость к столу. Вот тертый пирог, его можно готовить с любым вареньем. Такого варианта пирогов на моем канале очень много. Их можно приготовить впрок, например, вот на целый противень, как я. И вам хватит на всю неделю. Например, первые пару дней мы едим тертый пирог, потом у нас есть колбаска к чаю, рогалики, которые я предлагаю вам сделать в этот раз. В общем, тут уже поле вашей фантазии, и оно все хранится долго, а не так, что сделали, съели за один день, и все. И это, кстати, можно брать в школу. Также не забываем купить овощи, которые хранятся всю неделю. Мы их используем на завтраки, кто-то себе что-то хочет порезать в течение дня, на обед или на ужин. Так, и помидоры. Один из вариантов обеда или ужина я предлагаю сделать овощи с мясом. Такая заготовка хранится либо в холодильнике, если вы будете готовить ее через день-два, либо в морозильной камере, если вы планируете готовить ее к концу недели. Сюда можно добавлять различные овощи, рыбы или мясо, что хотите. Такие варианты есть у меня на канале, я снимала уже. Вы можете взять либо мои рецепты, либо придумать сами. Я очень люблю синенькие, поэтому я делаю вот с баклажанчиками. Мясо нарезается с овощами вместе, или делается рыба. Можно делать с разными специями. Можно просто соль, перец. Тут самое главное, что если это все стояло в морозильной камере, например, вы все достаете, когда уходите на работу, оно все размораживается, готовится все в мультиварке буквально 45 минут. Вы вообще ничего не готовите. Если вы это все делали и хотите есть через два дня, предположим, оно все хранится в холодильнике замаринованное. Быстрота в приготовлении в том, что мы все нарезаем достаточно крупно, смотрите. И занимает это буквально, ну не знаю, 15 минут, чтобы нарезать овощи и мясо. Смотрите, как крупно. И все это отправляем в емкость. Перецберу нескольких цветов, чтобы было очень красиво потом, когда подаешь. Все такое желтое, красное, зеленое. Смотрите, как крупно я нарезаю. И чем крупнее экстрати нарезаете, тем сочнее в итоге выходит. Все складываем в емкость, и у нас практически готов ужин. Смотрите, быстро раз-два, а уже сколько заготовок мы сделали. Мясо можно брать любое. У меня сегодня индейка, вот такая гумилка. Часть, вернее, гумилки. Значит, солим, перчим, добавляем любые разные специи. Значит, это, наверное, один из самых простых ужинов, который можно заготовить. Нужно посолить. Я перемешиваю, если хотите, добавляйте специи. Разнообразные варианты соусов, заправок для такого плана заморозок или хранения в холодильнике есть уже у меня на канале. Смотрите, целый судочек еды буквально за 15 минут. Итак, вся изюминка сегодняшнего видео. Что же мы будем готовить за заготовку, которая нам понадобится для 4 блюд? Это борщ, плов, лазанья и паштет. Мы будем готовить зажарку из лука и морковки. Ее нам понадобится много. Зажарку я буду хранить вот в таких вот емкостях. Можно оставлять в холодильнике, можно в морозильной камере. Все будет подготовлено, только смешал и все. Больше на сегодня постный. Для ленивого плова ножки или любые другие части курицы. Значит, моем, складываем в емкость, солим, перчим, добавляем специи по вкусу и убираем в морозилку. Я добавляю паприку, добавляю чесночок. Каждый раз иногда делаю по-разному. И обязательно добавляю специи для плова. Ну, так, чтобы уже было вкусно. Как типа плов. Все перемешиваем и убираем в морозильную камеру. Они промаринуются. Даже если вы будете готовить плов вообще в конце недели, у вас все будет готово и зажарка, и мясо. И останется только все смешать и убрать в духовку. Полный и точный рецепт под видео. И также не забудьте рис для ленивого плова и пасту для лазанья. Я покупаю уже готовую, которую не нужно варить. Чтобы упростить себе жизнь, ставим две сковородки. Берем блендер, перебиваем лук и трем морковь на блендере. Все буквально за пять минут. Приготовление вот этого всего, что я сегодня делала, и сладкого, и второго, и вот всех-всех заготовок у меня ушло пять часов. Ну, плюс-минус, если вы там, допустим, на кухне не каждый день, пусть семь. То есть вы один день тратите на приготовление и закупку еды, и за ту всю неделю вы отдыхаете. Список всех продуктов и все рецепты с видео я оставлю под видео. Когда лук приготовился, сюда отправляем морковь. И не забываем посолить и поперчить. Все остальные специи можно добавлять, исходя из уже блюда, которое вы будете готовить. Так, все приготовилось. Отключаем плиту, отставляем и ждем, чтобы это все хорошо остыло. И только потом раскладываем в емкости. Итак, для паштета, для плова, для борща и лазаньи. Это все можно готовить в разные дни недели. Сейчас я покажу, как я буду готовить. Еще я буду доделывать заправку для борща, чтобы она сразу была готова. И заправку для лазаньи тоже буду доделывать. Так, как приготовить рис? Берем заранее подготовленную зажарку. Если вы собираетесь готовить к концу недели, зажарку спокойно, можно замораживать. Перед уходом на работу вы достаете и зажарку, и мясо из морозилки. Оно разморозится, и вы все подготовите вечером. Значит, смотрите, в деко. Полный рецепт, как я это все готовлю и делаю, есть на моем канале, я оставлю ссылку под видео. Сюда отправляем помытый рис. И отправляем ножки, или любые другие части курицы, которые вы будете готовить. Все, останется только залить бульоном и убрать в духовку. И через час плов готов. Вместо бульона я использую воду со специями, накрываю фольгой и убираю в духовку. Вот и все приготовления. Из заготовки я буду делать сегодня печеночный паштет. Вот подготовила масло для взбивания, и у меня подготавливается печенка. И я делаю заготовку для лазаньи. Вот почти все готово. Хочу сказать, что вот эти вот заготовки вы можете использовать, заморозить, и потом использовать, или все приготовить вообще вот так вот полуфабрикатами на всю неделю. Чтобы было быстрее, можно все перебить вот таким погружным блендером, и паштет готов. Заготовка для борща. Значит, смотрите, я использую уже вареную свеклу. У меня есть видео, как я делаю вот эту заготовку. Вы можете полностью посмотреть, там полный рецепт. Но чтобы убыстрить процесс, я именно использую вареную свеклу. Вместо помидорчиков можно использовать томатную пасту, например. Добавляем сюда заготовку. Еще добавить нужно в специи, которые по рецепту, и томат, или томатную пасту. Перемешиваем, и заправка готова. Такую заправку можно приготовить заранее. На моем канале есть вариант, как хранить ее долго. Можно хранить в холодильнике, или если вы планируете готовить борщик к концу недели, ее даже можно заморозить. Итак, заготовка для борща. Значит, смотрите, я перекладываю паштет в две емкости. Одну можно убрать в морозильную камеру, потому что зачастую не все съедается. И достать через несколько дней, 3-4 дня, к концу недели. Один можно есть сразу. Так, и заготовка для лазаньи. Обязательно не забудьте купить макароны для лазаньи, или просто, кстати, можно взять макароны с подливой, и приготовить бешмейль еще. Немного фруктов на каждый день. Вот такое разнообразное меню у нас получилось на неделю. Вот так можно упростить себе жизнь. Один день работаем, и все остальные дни просто наслаждаемся едой и ужинами со своей семьей. Все. Всем пока-пока. Ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комменты, ваши варианты, ваши идеи. В общем, жду комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok